Игорь Эйдман далее в нашем эфире, российский социолог и журналист. Игорь Веленович, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Веленович. Добрый день. Итак, что мы имеем? Значит, Роскомнадзор ежедневно все отслеживает, все посты о здоровье Путина, какие-то оскорбительные фразы, выражения. Все это собирается в таблице и потом удаляется из поисковой выдачи. Еще известно, что имеет этот отдел 8 филиалов, в которой в общей сложности трудится около 5000 сотрудников. Внимание, бюджет теперь. В прошлом году расходы этого центра составили 20,5 миллиардов рублей. То есть, по сути, такие деньжища тратятся на то, чтобы найти неугодных, вычленить их, всех, кто обзывает Путина, и потом применить к ним определенные меры. Игорь Веленович, это уже весь айсберг мы сейчас вскрыли? Или это только вершина? Есть еще что-то, что за всем вокруг смотрит, следит и находит? Конечно, это вершина айсберга. Это просто некая удача, если мне память не изменяет, белорусских хакеров, которые там взломали почту. Но это случайное попадание. То есть там, я думаю, огромный массив. Этот айсберг был огромный. Просто высветили благодаря этой удаче хакеров один какой-то сегмент, один участок. Это даже не верхушка, просто небольшой участок этого айсберга. Айсберга подавления любого недовольства, несогласия, свободомыслия, айсберга репрессий политических. Он огромен, и общество старается все жестче взять под контроль. Фантастика Орвелла, она реализуется. Реализуется не только в пропаганде, да, в российской. Об этом много говорят, вокруг этого мема всяких и так далее. Мир — это война, и все по Орвеллу. Как в 1984 году в Романе Орвана. Но и то же самое наступает и в области не только пропаганды, но и в области слежки за населением. Скоро у нас большой брат будет заглядывать, что называется, из экранов компьютеров, будет следить за каждым пользователем. Кошмар. Послушайте, а эти же белорусские киберпартизаны, они так давно слили в сеть исходный код Яндекс. Это тоже во многом показало, насколько это самая популярная поисковая сеть в России, насколько она просматривается, прослушивается, прощупывается. Ну, другими словами, ФСБшная сеть. Скажите, вот то, что это вскрывается, проходят такие сливы, такие расследования и киберспециалистов, и журналистов. Все-таки вот эти утечки — это некий удар для Кремля? Да мне кажется, что это уже не удар даже для Кремля, потому что отчего им это боятся? Собственно, потерявшие голову по волосам не плачут. То есть на них уже столько компромата в мировой прессе, в мировом информационном пространстве, гораздо более зловещего, компромат кровавого, компромат об убийствах, отравлениях, насилиях над медными жителями, что для них это уже абсолютно, что называется, как мертвому припарку. Это уже ничего не меняет. В их репутации, да, у них репутация уже и так безнадежно убита. А население, скорее наоборот, такие вещи, население скорее будет запугивать. И люди больше будут бояться, когда население сталкивается с такой информацией. Я думаю, что прежде всего не возмущение это вызывает, не поверить его, у очень многих россиян, а прежде всего страх, что вот, не дай бог, что-нибудь напишу, там прокомментирую и также попаду на карандаш всесильных органов. А потом за мной придут, да, постучат в дверь люди в форме. Вы знаете, я думал, что вот следующая статистика, которую я хочу сейчас озвучить, она может быть как-то обнадеживает, вселяет какую-то надежду и оптимизм. Но, наверное, нет. Но я все-таки назову социологи в ЦИОМ, последние данные такие. Растет доля тех граждан, которые отказались от телевизора и сидят на информационной интернет-диете. Так в 2018 году таких было 13%, в 2023 уже 28%, ну даже пускай 30%. В общем, сокращается доля тех, кто потребляет исключительно ТВ-контент. Но если мы теперь говорим о тотальной слежке в сети, в интернете, на информационных ресурсах, в телеграм-каналах, то, наверное, это как бы с одной стороны и хорошо, что люди бросились в интернет искать правду, а с другой стороны, если их и там уже, ну, везде купируют, ограничивают и выявляют, наверное, так себе. Нет, конечно, это позитивная тенденция, очевидно совершенно. Почему? Потому что телевидение, это действительно, российское телевидение, это абсолютно такой тяжелый наркотик, такой героин, да, информационный героин. И люди, которые сидят на нем, они как героиновые наркоманы, они теряют человеческий облик просто. Я по-другому не могу сказать, что человек, который регулярно там пару часов смотрит на российское телевидение, несколько лет, это уже человек заведомо деградант, просто больной человек, потеряв человеческий облик. В интернете можно найти до сих пор, даже в России, все что угодно, да. В том числе вот нашу с вами беседу можно будет потом на YouTube-канале найти и посмотреть, даже находясь в России, потому что YouTube-то не ваш канал. Это Пригожин пока свои щупальцы до YouTube еще не дотянул. Да, хотя, конечно, голоса раздаются, там особенно отмороженные ястребы кричат, давайте мы сейчас запретимся, но они почему-то YouTube боятся от менять. Я не знаю почему, может потому что у них у самих там тоже много пропаганды, но, конечно, если дальше будет тенденция развиваться, они YouTube тоже заблокируют. Но, однако, это вызовет что? Это вызовет еще большее пользование разными VPN-каналами под обходными маневрами. То есть та же молодежь, которая сидит в YouTube на 90%, она не смирится с этим, что у нее YouTube отобрали. Она будет все равно там сидеть, только будет заходить через разные хитрые способы. А уже молодежь найдет эти способы. То же самое с Телеграмом. В Телеграме тоже можно найти все, что угодно. Там море кремлевской пропаганды, но там есть абсолютно отмороженные ресурсы, вплоть до ресурсов Роспартизан, которые обучают людей в России партизанской борьбе против этого режима. Так, ну раз стали говорить о безумии, давайте сейчас в главный офис безумных идей сейчас вспомним Госдуму российскую. Там решили, что разговоры о важном, мы знаем, их проводят в российских школах и промывают мозги детям с малых лет. В общем, хотят устраивать такие разговоры еще и для родителей, школьников. Собственно, я постоянно, как родитель, восклицал в эфире, говорю, куда же родители смотрят, как они позволяют. Ведь это их ответственность, кем вырастет их ребенок. Ну, в общем, теперь решили взяться и за родителей. С такой инициативой выступила единоросска Ольга Казакова и собирается направить соответствующий запрос в Минпросвещение. Она думает, что такие занятия должны проводиться в рамках родительских собраний, чтобы там не обсуждали покраску полов и новые шторы, а, значит, проводили политинформацию. Как вы думаете, как вы ощущаете, найдет ли поддержку вот такая идея среди родителей? И, ну, дальше, наверное, такой риторический вопрос, поддержит ли Минпросвещение эту идею? Ответ очевиден. Ну, я не знаю, там, поддержат они эту идею или нет, но я за то, чтобы эту идею поддержали. Знаете почему? Потому что чем более навязчива пропаганда, чем она более затрудняет. Обратный эффект будет. Да, это свободное время. Я представляю, как, если родители принудят, значит, ходить на такие классные часы, где им будут прорвать мозги, какую ненависть это вызовет у подавляющего большинства родителей, которые будут вынуждены, заместо того, чтобы заниматься там своими делами, за ней сидеть и слушать каких-то старых долбодятлов, которые могут рассказывать, значит, как учить и как любить родину, да? Так что я думаю, что пускай, пускай, пускай безумие доходит до своего уже логического предела, скорее всего, обрушится в них. Так, и хочу обсудить с вами реакцию в Кремле на визит нашего президента. Европейское турне неанонсированное. Лондон, Париж, Брюссель. Большая, огромная поддержка, невиданный масштаб встреч, очень все эмоционально. И, не знаю, для нас большая гордость в Украине видеть такого президента и такой уровень и встреч, и приемов. Но, значит, реакция в Кремле. Там сказали, что нужно вооружаться, нужно производить танки. Путин вновь стал говорить, что войну не начинал и вообще желает ее закончить, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, и они исконно русские регионы. В общем, что скажете о такой реакции Москвы и, в целом, ваше впечатление от визита нашего президента Владимира Зеленского в Европу? Я думаю, что главная реакция, да, видимая реакция Москвы, это сегодняшние утренние ракетные обстрелы Украины. Это проявление бессильной злобы. Я просто уверен, что это приказ отдал сам Карлик. Я думаю, что он... Путин, я имею в виду. Я думаю, что это страшно бесит, страшно бесит. И как реагировать? Ну, какую-нибудь подлянку сделать Украине очередную. Ну, что мы можем? У нас есть еще ракеты? Да, еще есть. 50 штук можем выпустить. Ну, пускай эти ракеты тогда все бомбить, там, Киев, все. То есть безумный Карлик в бешенстве его трясет от злобы, и реагирует он как может. Пытается убить как можно больше людей. Но это показатель их слабости. Потому что когда люди ведут себя истерично, и когда их действия абсолютно иррациональны, а уже совершенно понятно, да, стало с осени, что обстрелы ничего в военном плане России не дают, а только сплочают Украину и сплочают мир вокруг Украины против этого кремлевской агрессии. Тем не менее, они в бешенстве своем настолько и в злобе, они поступают фактически себе во вред. Лишь бы, как им кажется, сделать какую-то подлянку Украине. Так что вот эта их реакция, что касается самого Турнея, то оно продемонстрировало, что все эти разговоры, разговоры этих, значит, таких скептиков, в том числе, я понимаю, пропагандисты российские, они врут за деньги, и это их работа, да. Но есть еще же множество, даже я знаю, среди российских оппозиционеров и проукраинских даже, таких, знаете, скептиков, которые в своих ютуб-каналах все время разгоняют, что Запад, значит, продал Украину, предал там, значит, Германия вообще там полные сволочи, не дают ничего, Байден тоже, значит, не совсем хороший, в общем, все предали. Все это вранье. Украину никто не предал и не предаст, не продал и не продаст. Вокруг Украины сплочена вся Европа, весь Западный мир. За исключением там отдельных выродков, типа Орбана, да, но их просто единицы. Большое подавляющее. Вы видели, что Орбан выглядел белой вороной просто на этом саммите. А все остальные явно сплочены вокруг Украины и будут помогать Украине. И все дадут. Последовательно, по шагам, будут увеличиваться и ассортимент, и количество вооружений, которое идет в Украине, экономическая помощь и степень интеграции в Европу. Все это будет идти и увеличиваться. Да, хоть и Орбан выглядел белой вороной, но на общей фотографии лидера в ЕС топтался там в центре и все-таки сфотографировался и стоял прямо за спиной Владимира Зеленского. В общем, попал в общее фото. Хотел, Игорь Вильянович, вот что спросить у вас. Бывший спичрайтер Путина Абазгалямов говорил, что вот это большое, повторное, анонсированное наступление, которое может совершить российская армия, оно может просто увенчаться полным крахом, потому что, по слухам, генералитет в панике, они понимают, что нет ресурса ни человеческого, ни в технике, нет мотивации, и свершить вот это масштабное наступление, оно просто приведет к краху всего. Вы тоже писали в Facebook на эту же тему, вы писали дословно, «Путинское государство не переживет поражение в войне против Украины, это будет не просто мощный военно-политический провал, для российского общества поражение в войне станет мировоззренческой катастрофой, крахом религиозно-идеологических основ государства». Скажите, пожалуйста, тот же Абазгалямов говорит, что все в окружении Путина понимают, что он сошел с ума, но просто вот эти так называемые элиты не имеют мужества что-либо сделать, что-либо предпринять. Но может быть сейчас уже пора им включаться? А не имеют вообще какой-то потенциал, какую-то силу сломить ситуацию и что-то поменять? Да, конечно, то, что происходит сейчас внутри путинских элит, мы, конечно, можем только догадываться. Потому что, как говорил Чершилль, по-моему, о политике еще в Советском Союзе, что это битва бульдогов под ковром. То есть там идут перманентные какие-то схватки за власть, за влияние, но это все, естественно, недосягаемо для гласности. Это все делается под спутом при закрытых дверях. Вполне вероятно, что сейчас, уже сейчас, созревает какая-то внутриэлитная фронта против Путина и даже заговор против Путина. Почему? Потому что объективно бюрократической и даже силовой верхушке России, тем более олигархату экономическому, крайне, не то что невыгодно, а крайне опасна политика Путина. последних лет, и вот это война. Они бы мечтали в подавляющем большинстве все перемотать к 23 февраля прошлого года, и чтобы всего этого ужаса не было. С санкциями, с запретом их им на посещение западных стран, с арестом их имущества, и главное, все увеличивающиеся угрозы полного краха этого государства. Мы же видим, что и военные трудности нарастают, и, что не менее важно, экономические трудности нарастают. В январе была мощнейшая дыра госбюджета, то есть дефицит огромный, которого не было с времен дефолта 1998 года. И дальше ситуация будет только ухудшаться. Уже заявили о том, что сокращается добыча нефти в России, значит, с февраля введено эмбарго на поставки нефтепродуктов, и все это будет нарастать, как снежный ком. Экономическая катастрофа, экономический крах России тоже неизбежен. И все это они, естественно, я имею в виду, путинское окружение в основном понимают. Они понимают, что это бьет как лично по ним, как лично по их карманам, по их привычному образу жизни, образу жизни таких патриций римских. Все это бьет сейчас, а дальше все будет хуже и хуже. Скоро их вообще всех мобилизуют и пошлют там воевать, какой-нибудь рогожный. Да, ну то есть угроз очень много, и они этого, конечно, сегодня не хотят. Так что я вполне могу предположить, что созревает и фронта такая внутриэлитная против Путина, и даже, вероятно, загубок. Но, естественно, мы об этом узнаем только после того, как пройдет много очень времени, и что-то такое в России все-таки громыкнет, что-то произойдет, и как-то Путина все-таки свернует. Только после этого мы узнаем, что вообще было, и когда все это созрело, и на каких дачах шли, как сейчас рассказывают, заговор против Хрущева, заговор против Берии, заговор против Паула Первого, на каких дачах там, на каких особняках все это обсуждалось, кто там был заводил, и кто кого завербовал заговорщики, все мы это узнаем еще не скоро. Да, но Путин, судя по всему, готовится и готовит всех, готовит страну к затяжной войне. Уже буквально, наверное, экономику поставил на военные рельсы, и все работают только на фронт. Как вы думаете, что-то новое прозвучит в его обращении 21 февраля к Федеральному собранию? Что-то новое там будет, или будет просто оправдывать войну, объяснять, зачем она нужна, и почему она должна продолжаться? Я думаю, новый градус безумия будет новый. Еще больше. То есть, кажется, что уже нет таких крепостей, которые бы не брали большевики, нет такого градуса безумия, до которого бы не дошли уже сейчас, российские власти. Но я думаю, что они превзойдут сами себя. В этой речи будет новый градус безумия, и он, конечно, будет пытаться оправдываться. Он в последнее время, вы заметили, он все время оправдывается. То есть, это не мы начали войну, это не мы, это дяденька, это не я, это не я, значит, обидел кого-то, или там украл что-то. Нет, нет, это вот все они, все они плохие. То есть, он будет продолжать оправдываться, заправданить, будет безумный, жалкий. И кроме этого, я думаю, они сейчас еще призовут какой-то некий народ, да, консолидации общества вокруг власти в условиях войны. Вот это будет такой мобилизационный призыв. Я не думаю, что объявят новые волны мобилизации, даже уверен, что этого не будет. Ну, или почти уверен. Но вот какую-то такую неформальную мобилизацию, идейную, что-то духовную, они попытаются, вот этой речи Путин попытается как-то, значит, провоцировать. Но я абсолютно уверен, что ни к чему это не приведет, потому что население уже вполне наелось этих речей. И как было послушное большинство, и, скажем так, протестное меньшинство, так и останется. Никаких изменений в население это не внесет. В образ мысли, в общественное мнение это не внесет. Единственное, что я хотел бы сказать, тут есть момент следующий. Не так уже и поставлено все на военные рельсы в России. Наоборот, Путин не умеет, и, возможно, не хочет, и даже боится объявить какую-то тотальную войну, и действительно поставить все на военные рельсы. Экономику, население и прочее. Он все какие-то полумеры пытается принимать и проехаться на этих полумеров. Там частичная мобилизация, какие-то частичные в экономике изменения. Но отнюдь не все для фронта, все для победы. Отнюдь, как заводы, условно, которые делали какую-то продукцию, они такую же продукцию и делают. Они на то, чтобы ракеты делать не перешли, даже попыток таких нет. Те, кто делали ракеты, те продолжают их делать. То есть нет такой мобилизации экономической. Это к чему я говорю? К тому, что я практически убежден, что Путин этого боится. Потому что он ментально совершенно не подходит на роль такого вождя воюющей страны, вождя мобилизованного общества. Он старый, ленивый, сиборит. И довольно трусливый, к тому же. Он совершенно неяркий. Все его речи никого не возбуждают. Это не из Гитлера, не Муссолини. Он даже шобы подарить не может нормально, правда? Да, если дарит, то отнимает потом. То есть он абсолютно не тянет на лидера страны воюющей. Зеленский отличный лидер воюющей страны. Вот просто супер. А Путин не тянет совершенно. И он боится, что если страна действительно вяжется, будет такая резко милитаризована, и будет какая-то тотальная война, то его уже тогда свернут не умеренные, о которых я говорил, не большинство бюрократии, а какие-то уже агрессивные ястребы, ура патриоты, которые скажут, а что у нас такой тухлый-то диктатор? Что у нас фюрер такой тухлый, недофюрер какой-то? Надо нам какого-нибудь другого фюрера, какого-нибудь пассионария пламенного поставить на его место. Поэтому он понимает, что он не потянет в этой ситуации и старается все-таки как-то между струек пройти. То есть с одной стороны. Игорь Вильянович, я абсолютно в поддержании ваших слов хочу показать, на что способен Путин. Вот цена этой войны. Это женщины, вдовы, матери, которые отправили своих мужчин на фронт, которые сами пошли, которых взяли насильно, которые не сопротивлялись и которые погибли. И вот им передали вот такие шубки, как раз к весне. И причем они покрасовались, показали это все роспропагандистам, и потом эти шубы в количестве 21 штука их забрали у них. Вот на что способен Кремль. Это так. Картинка дня. А ведь какие заявления сейчас стали звучать на фоне того, как все понимают, что Путин буквально сливает Россию, губит россиян. Страна-то разваливается. Действительно, вот эти заявления в Японии на уровне премьер-министра Фуми Акусиды, когда заговорили о необходимости возвращения незаконно оккупированных России островов. Целый митинг прошел в Токио с таким требованием. Ведь должны же те люди, которые где-то думают о России, они же должны понимать, что этот человек, конкретный человек, он всех предал. Ну, я думаю, что эти люди, которые в власти, они думают о России. Они не о стране, конечно, думают, а о себе, о собственном благополучии, о собственном кармане, о карьере своих детей. Они же все вытащили, не только сами из грязи князя поднялись, они и детей вытащили, пытаются сформировать из своих семей какую-то некую псевдоаристократию. И естественно, что курс Путина – это самоубийственный курс. Путин их совершенно не может устраивать, потому что он угрожает их безопасности, и угрожает тем насиженным местам, на которых они посадили уже своих детей в преддверии каких-то дальнейших карьерных взлетов. А сейчас не до этого, сейчас не до жира уже, лишь бы выжить. Поэтому я и говорю, что политика Путина не может не вызвать какую-то внутриэлитную фронту и даже, скорее всего, замер. Так что ждем, что называется, не ждем, а готовимся. Я думаю, что в России какие-то внутренние катаклизмы начнутся довольно скоро. Что ж, дай бог, дай бог, ждем тоже хороших новостей из фронта и всех последующих хороших событий. Спасибо. Игорь Эйдман был в нашем эфире, российский социолог и журналист. Спасибо, Игорь Валенович.